Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию, которую опровергли в Ереване, отметив, что подразделения вооруженных сил Республики Армения в ночь с 4 на 5 сентября не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения. В последнее время в социальных сетях муссируются слухи о том, что якобы с азербайджанской стороной есть договоренность о сдаче общины Иваняна с Киранского района и района Очапня города Степанакерта. Сообщаем, что ложные сведения подобного рода не имеют ничего общего с действительностью и вводятся в оборот азербайджанскими спецслужбами, чтобы вызвать паническое настроение у наших граждан, а также беспомощность и безвыходность с целью вызвать чувство подавленности и сломить волю жить на родине. Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о сдаче общины Иванян и столичного квартала Очапняк и вообще какого-либо другого населенного пункта Республики Арцах. Напротив, они изо дня в день работают над разработкой и реализацией долгосрочных и фундаментальных решений для улучшения жизнедеятельности жителей этой и всех других общин. Призываем воздержаться от распространения дезинформации вышеуказанного и любого другого характера, потому что этим вы способствуете реализации программ противника, говорится в сообщении главного информационного штаба. 4 сентября президент Республики Арцахара и Карутюня посетил очистительную станцию номер 2 системы столичного водоснабжения и на месте ознакомился с процессом подачи питьевой воды в Степанакерт из водоприемного узла Патаринского водохранилища, введенного в эксплуатацию несколько дней назад. Глава государства поинтересовался у ответственных лиц объемами забора и потребления питьевой воды, работая по контролю за качеством и убедился, что количество питьевой воды, получаемое из реки Патара, полностью удовлетворяет потребности населения столицы. Президент высоко оценил стратегическую важность проекта строительства водопровода, отметив, что правительство будет последовательно продолжать работу по реализации проекта Патаринского водохранилища. В ходе визита президента Республики сопровождали мэр Степанакерта Давид Саркисян, председатель водного комитета Георгий Айриян и другие должностные лица. 3 сентября государственный министр Республики Арцах Артак Бигларян провел совещание по программам реформирования системы здравоохранения, в котором приняли участие министр здравоохранения Микаэл Айриян, советник государственного министра Араба Блоян, координатор действующего при Министерстве профессионального совета Арама из Галумян и руководители некоторых медучреждений. Министр здравоохранения Микаэл Айриян представил отчет о проделанной работе и результатах по обсуждаемым вопросам, а Араба Блоян и Арама из Галумян представили свои подходы и предложения. В эти дни во Франции прибывает делегация из Арцаха. 2 сентября в рамках мероприятий, посвященных 31-й годовщине провозглашения Республики Арцах, глава региона Аверн Рональ Пларан Ваке принял арцахскую делегацию. Министр территориального управления инфраструктурой Республики Арцах Айк Ханумян представил создавшуюся в Арцахе ситуацию, рассказал об артабстреле и психологическом давлении на мирное население приграничных сел со стороны Азербайджана, подчеркнул, что единственный способ избежать этнической чистки – это международное признание Республики Арцах и укрепление ее государственности. На встрече стороны коснулись возможной реализации регионным программ в Арцахе. После встречи глава региона организовал для делегации экскурсию по центру Тумо в Лионе, после чего состоялся концерт Арцахского камерного оркестра. Со вступительной речью выступили посол Республики Армения во Франции Асмик Талмаджан, министр Хайк Аммян и глава региона Лоран Ваке. Аверн Рональп имеет население 8 миллионов человек, является важным промышленным регионом. По экономической мощи это второй регион Франции и пятый регион Европы. 7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашиня примет участие в пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума на пути к многополярному миру во Владивостоке. В нем примут участие лидеры России, Мьянмы, Монголии и глава китайского парламента, руководители Индии и Малайзии. По информации Кремля запланированы двусторонние встречи президента России с лидерами стран, участвующими в форуме. Отмечается, что будет обсужден ряд вопросов двусторонней региональной повестки дня. С 16 по 19 августа 2022 года фондом Центр гуманитарного разминирования на территориях Мартунинского, Мартакерского и Аскеранского районов было обнаружено 187 снарядов и боеприпасов различных видов, уничтожено 4 единицы боеприпасов различного калибра, очищена территория 13 700 квадратных метров. В период с 27 сентября 2020 года по сей день на территории республики обнаружено 904 732 снаряда и уничтожено 900 387 снарядов и боеприпасов различных видов. Офис партии «Единая Родина Арцаха» распространил сообщение от имени председателя партии Самвела Бабаяна, в котором последний коснулся слухов о том, что самовольно покинул Арцах вне войны. Учитывая то обстоятельство, что правоохранительные органы не инициировали действия, установленные законом на основании информации о моем как высокопоставленном чиновнике добровольно выезде из Арцаха военные дни, обращаясь в прокуратуру республики Арцах с требованием принять необходимые меры в связи с вышеизложенным и раскрыть правду соответствующей уголовно-правовой квалификации, в частности, говорится в сообщении. Генеральная прокуратура отреагировала на сообщение. Правоохранительные органы не имеют полномочий по расследованию возникшего между частными лицами предмета спора, носящего политико-правовой характер и так называемому раскрытию правды, в частности, говорится в разъяснении прокуратуры. Что касается заявления, содержащего государственную или служебную тайну, то оно направлено в Службу национальной безопасности республики Арцах для рассмотрения по процедуре, установленной уголовно-процессуальным законодательством республики Арцах, отметили в прокуратуре.